Всем привет дорогие друзья и любители танковых побоищ! Сегодня мы с вами посмотрим на очень красивое побоище в исполнении небезызвестного в кругах СНГшных танкистов игрока и тренера с неком Изумрудный. Но сегодня он продемонстрирует всю свою мощь на европейском сервере. Есть у него евроаккаунт и здесь он подписан как Сет Дрил Дримс. В общем-то взял наш сегодняшний герой 60 ТП в таком вот симпотном обвесе и с самого начала решил заехать на центр, дабы вот в такой вот агрессивной манере выдать по кому-нибудь плюшку. Неплохо начался этот бой, залетело на 600 с плюсиком по проезжающему СТ-1. Надо бы еще кого-нибудь здесь отстрелить, но пока желающих нет. Вообще, что касается этого сражения, то действительно бой очень интересный. На нашего героя свалится куча проблем, которые он будет вынужден как-то решать. А вот что касается его тренерской деятельности, то действительно он самый натуральный тренер по Блицу. Он тренирует ребят, он обучает их играть с головой, вникать в процессы и также он стримит. Стримит на Ютубе, у него есть свой канал, там он регулярно выкладывает стримы с тренировок. Поэтому можете посмотреть, как проходят тренировочки. Ну и естественно, можно и записаться к нему на тренировку. Я думаю, что это все вполне реально. Ссылку на его канал я оставлю в описании, поэтому не стесняйтесь, переходите и повышайте свой навык игры в Вод Блиц. Ну а тем временем мы с вами видим, что начинает происходить какая-то дичь уже справа с направления СТ по нашему бойцу. Начинает что-то там прилетать, вот пытался он также прокинуть по Эмильену, но как мы с вами видели, прицел предательский. Ушел вообще куда-то не туда, ну и наш боец, глядя на такое дело, решил, нет. Ну и вон нахер, свалюсь-ка я вниз и поеду в сторону СТ-1. Там вроде бы как безопасно, а СТ-1 такой весь на дизморале. Стоит там бедолага за домиком, 100% боится выкатить и получить по себе еще. Потому как в самом начале он по себе очень нехило получил в борт. И скорее всего на этой почве он просто словил дизморальку и решил остаться за этим домиком и вообще никуда больше не ехать. Стоит там наверное бедненький, скучает, но ничего, потерпи немножко СТ-1. Сейчас наш герой тебя навестит и обязательно развлечет. Правда прежде надо наверное отработать по Маусятине. Маусятина там очень сильно маячит своими серыми бортами. Ну-ка второй раз. Да, отлично, удается аж целых два раза впердолить Маусу в борт. Но мы видим, что сзади противник начинает свое победное шествие. Ворвался противник со стороны кормушки. В принципе это было неудивительно, потому как наши ребята полностью отдали инициативу. В руки врага они не стали ехать ни по СТ направлению, ни по ТТ не продвигались. Ну и естественно при таких условиях команда красных чувствует себя просто мега превосходно и вообще делает все, что ей вздумается. Вот тут вот к сожалению по нашему 60ТП прилетело от Бабуси. Хорошо, что не фугасом еще, правда не факт, что он залетел бы. Но в любом случае спасибо, что у бабки Альфа не прокнула. Наконец-то минус СТ-1, счет 2-3 пока что. Может наверное показаться, что все не так плохо, но нет, к сожалению все очень плохо. Наша команда поплыла, все стояли на центре и к ним просто спокойненько заехали с кормы и еще и спереди поддавили. Поэтому, ну понятно, там у наших вообще без шансов было. Да, вот оно, счет уже 3-5 из союзников остается последний. Тайп 71, которого надо как-то разменивать. Тем временем естонец откидывает мимо и наш герой, пользуясь такой вот небольшой паузой, впердолил порцию своей увесистой Альфы. Правда и сам получил от Вафли очень нехило. Но, хотя бы, знаешь, хотя бы напоследок выдал немножечко урона. Вот здесь вот он находит такую вот импровизированную бойницу и, видимо, хотелось ему как-то вжарить по Вафле Блайндом. Правда, не уверен, что оно залетело. Ну а тем временем 62-ка отправляет на покой нашего Тайпа. Ну и наш герой уже, видимо, не особо как-то рассчитывая на победу, решает под конец выдать порцию своей увесистой Альфы. Хорош, залетело, удалось еще и танкануть. Ну и теперь 62-й, понимая, что наш герой ушел на КД, в таком вот победном угаре решает упороться. Но, к своему сожалению, он дважды не пробивает нашего бойца, за что и улетает в ангар. Счет становится 4-6. То есть наш боец остался один против трех противников. Здесь где-то прямо рядышком тусуется шотный естонец. Можно попытаться как-то его танкануть, и да, удалось. Удалось затанковать его голдовый выстрел, но вот Вафлепузик не дремлет. Вафлепузик все четко выцеливает и уже во второй раз нихерово так просаживает нашего бойца. Теперь, к сожалению, 60 ТП остался абсолютно шотным даже для какого-нибудь, я не знаю, шального фугаса. Поэтому нужно быть максимально осторожным и ни в коем случае ни под кого не подставляться. Вот наш боец попытался забландить примерно в то место, где теоретически может тусоваться Вафля, но ее там, судя по всему, нет. Да, ситуация действительно очень плачевная. Наш герой пытается придумать какую-то доселе невиданную подсадку, но, к сожалению, она не работает. Действительно, все печально. И вот она выкатывает Вафля, которая дает непробитие и улетает в ангар. Эх, Вафля, Вафля, мне кажется, именно на тебя команда красных возлагала больше всего надежд. Могла бы выкатить, просто фугасом куда-нибудь в силуэт дать, и я думаю, что на этом полномочия нашего 60 ТП в этом бою были бы окончены. Ну да ладно, видимо, наш герой оказался крепче, чем Вафля подумала. Ну а тем временем мы видим, что бабка стоит и ждет. Точнее, стояла и ждала до того момента, пока не словила лампу. Бабка ленивая попалась в этом бою, решила никуда не ехать. Она решила просто встать и просто ждать того момента, когда 60 ТП возьмет и под нее подставится. Но нет, бабуся, это так не работает, держи за твою ленивую стратегию порцию увесистой альфы. Ну и бабуся тут уже начинает изобретать какой-то велосипед. Понятное дело, что бабка в такой вот ситуации одна, без какой-либо помощи, конечно, особо не игрок. Ей будет очень тяжело, я считаю, подловить нашего бойца. Все-таки наш герой побыстрее, чем бабуся, да и к тому же у него есть башня. Он может вот так вот вокруг дома кататься и постоянно по ней откидывать. И да, бабка улетела в ангар, но я думаю, что на бабку надавила ее команда, которая, скорее всего, начала писать ей в чат о том, что она играет неправильно. Ну, знаете, как это бывает обычно в таких вот сражениях. В общем, друзья, вот такая вот бойня на 9000 урона. На мой взгляд, бой очень красивый. Опять же, мы с вами наглядно увидели то, как команда в таком вот, опять же, победном угаре начинает совершать какие-то необдуманные и странные поступки. Ну, я не знаю, зачем упоролся 62-й. Я не знаю, почему вафля не отстрелялась фугасом. Но, в общем, вы и сами все видели. Напоминаю, друзья, в описании есть ссылка на канал сегодняшнего героя. Переходите, не стесняйтесь. Ну, а на этом у меня все. Всем большое спасибо за просмотр и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok